Всем привет, дорогие друзья, с вами Али Магомедов и Алина Ирохова, и мы с вами в клубе 187 БЖЖ. Мы давно готовились к БЖФрикс для вас информацию по поводу концепции моего прохода гарда и, в принципе, работы сверху. Собственно говоря, вы ее дождались, давайте приступим. Итак, ребят, продолжаем нашу историю про то, как располагать себя при работе сверху, как правильно проходить гард и, как я сказал, в какие позиции не попадать. Как вы помните, я вам рассказал, что закрытый гард это прям чревато большими проблемами. И давайте разберем схватку с того, как она начинается. Ну, мы не будем рассматривать ситуацию, где нам делают тейкдаун, поскольку мы рассматриваем себя как человека, который будет сверху, и мы не рассматриваем, что мы делаем тейкдаун. Давайте рассматриваем человека, который прыгает под нас в гард, затягивает нас. Какие самые главные визуальные ошибки, которые вы можете совершить при, скажем так, при его тяге? Это вот, если я пойду вот сюда на него попру, как вы понимаете, я окажусь там, где я говорю вам, ни в коем случае не оказывается. Понимая то, что человек хочет нас затвернуть, во-первых, изначально я всегда вот здесь низко стою. То есть я вот так вот, ну, никогда не нахожусь, потому что иначе мне просто в ноги войдут. То есть мое обычное поисторение, мы здесь, я абсолютно допускаю, что он будет затягивать герд. Как только он садится, смотрите, я сразу опускаю таз намного ниже и правой рукой с правым коленом работаю таким образом. Абсолютно не принципиально, что будет здесь происходить. Я понимающе отношусь к тому, что эта рука отдается сопернику, я даже на это не обращаю внимания. То есть, нет того, что он пытается затянуть, я пытаюсь, что руку не дать. Я правша, я всегда работаю правой ногой, и это нормально, что моя правая рука в абсолютном доступе у соперника. Вот, самое главное, вот эту руку не отдать. Вот это будет роковая ошибка, если я здесь вот зайду, вот все. Это то, чего я больше всего боюсь и куда я больше всего не хотел попадаться. Потому что, опять же, помните, я вот недавно вам рассказывал про то, что мне теперь придется прям с этими мучениями работать, давить, находить способ привести человека сюда в Хавгард. И чтобы вы понимали, никаких гарантий нет того, что у меня это получится. Я просто рассказываю самый, ну, как бы близкий к реальности способ. Это то, что, ну, как выйти из маунта, там, делать креветки, делать мост, но нет никаких гарантий, что это сработает. Потому что само по себе положение снизу в маунте, оно ужасно плохое, правильно? Поэтому, да, там есть, ну, у вас должны быть знания, куда типа стремиться, как рационализировать трату энергии в надежде, что вы выживете. Но гарантии, что вы выживете, нет. Соответственно, и здесь тоже. Если мы попадаем сюда, вот именно сюда, запомните, самое страшное, это когда хватают заднюю руку. Потому что, ну, заднюю я имею в виду, вот если я про шалидирую правой рукой, то левая рука, как и левая нога, немножко сзади. Поэтому это задняя рука, ее никогда нельзя отдавать. Если вы, допустим, левшая, работаете по-другому, то у вас наоборот будет та рука. То есть, вот самое главное, вот эту руку держать плоды. Типичные ошибки при расположении, это люди садятся сюда, это прям плохо, потому что человек может взорваться, пойти на нас, и нам нечем будет, ну, как бы мы ни его не остановим, ни сами не встанем. Если мы здесь, даже если человек идет в нас, там, пытается, ну, я спокойно могу отходиться, если он условно идет, там, мне в ноги, или пытается что-то сделать, я здесь могу легко техникул стендапы делать, и ничего этого не позволяет. То есть, моя рука и моя нога мобильны, и я, если что, очень бдительный, могу моментально адаптироваться под проблемы, которые пытается организовать мне мой соперник. Теперь, начнем отсюда. Да, мы здесь, да, мы не отдаем эту руку, но так или иначе, это полный гард, его нужно уважать, эту позицию, ну, в этой позиции нужно вести себя максимально скромно, скромно не идти ни на какие невынужденные риски, ни на какие там флайн, армбары, что-то, я максимально, рационально пытаюсь распоряжаться своими возможностями, и с минимальными потерями пытаться улучшить позицию. Соответственно, самое главное, на что я буду обращать внимание, мы сейчас рассматриваем вот такой шалу лассо гард, потом вы поймете, что на самом деле, если вы эту руку не отдаете, хоть она работает там лапел гарды, ворн гарды, галлоривы гарды, абсолютно не принципиально. Пока у нас есть вот эта левая рука, которая может добираться до этой ноги, у нас абсолютный доступ к проходам есть. И это самое главное, что я хочу до вас довести, никогда не отдавайте эту руку, никогда не садитесь на колени. Первое, что я всегда буду делать, это, допустим, если мы берем непосредственно шалу лассо гард, который тоже довольно-таки неприятный, и если особенно вы не умеете в нем ориентироваться, можно растеряться и попасть в плохие позиции, благо я в нем ориентируюсь, и я знаю, что здесь нужно делать, и самое главное, как нивелировать сильные стороны этого гарда. Вся сильная сторона этого гарда, чтобы вы понимали, это в его мобильности и возможности, вот я создаю угол, она защитлива ноги, возвращается, да. То есть именно вот это ключевое движение, смотрите, вот которое вот она сейчас сделает, во-первых, смотрите, рукой раскрывает, да, что тебе легко было, вот, вот это движение, ротация таза, которая легко организовывается за счет маленьким давлением пятки вниз, таз поднимается наверх, и она делает обычную креветку, то есть все мои проходы гарда строятся так и иначе на создании правильного угла для прохода, она возвращает его сюда. Соответственно, я это понимаю, и я не буду строить попытки своего прохода гарда на том, что я просто убираю ногу и вот, как обычно, пытаюсь пройти, потому что, во-первых, здесь вот эта рука, которую тоже нельзя игнорировать, она здесь, и вы никуда не денетесь от нее. Далее, как бы мы здесь ногу не держали, я ее пока здесь держу, тоже никуда не пройду, и как только мое действие заканчивается, человек возвращает гард, более того, смотрите, я сейчас по тупой привычке оказался на коленях и моментально сразу, я также со своими соперниками всегда действую, они проходят, 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 чуть-чуть они выдохнутся или поймут, что что-то не так, вот эту роковую ошибку совершают, садятся на колени, все, вы их берете в закрытый гард и уже с ними разбираетесь, как хотели. Соответственно, смотрите, я чуть по-другому работаю с этим гардом, опять же, помните, самая главная сила полного гарда, это то, что у нее все четыре конечности вместе, я буквально хочу навязать хав гард. Что я делаю? Левую руку хватаю, засовываю ногу между сверху. Теперь смотрите, все то, что я вам говорил, здесь я не могу нормально оперировать своими конечностями, ну, если говорить здесь, здесь вообще нет, даже не видно, то есть здесь только руки против раз, два, три, четыре, четырех конечностей нашего соперника. Здесь, ну, вот одна еще немножко впилась в игру, но этого недостаточно. Моя левая нога пока не удел, я хочу привести ее как раз к делам. Суем вот сюда. И все, теперь никакой ротации, никаких сильных сторон этого гарда у человека больше нет, потому что, самое главное, он уже не в полном гарде, он фактически насильно навязан работать в хав гард, и это то, что я от него хочу. Как вы помните, при работе в хав гарде у меня огромный, как бы, плац знаний того, как я умею располагать свой вес, как я давлю весом, и я те же самые знания применяю здесь, на вот этих маленьких гардах, ну, точнее, на вот этом открытом гарде. Что мы здесь будем делать? Я так же хватаю-хватаю и буквально кладу на нее вес, не отпуская ногу. Если вы отпустите ногу, опять же, та же роковая ошибка, которую, говорю, никогда не совершать. Поэтому, вот мы здесь сидим, хватаем, суем между ног, плотно держим, чтобы человек никак не выбросил. Все, иду давлю на нее весом, абсолютно контролирую здесь все, мне здесь комфортно, и под этим весом я спокойно левой рукой могу убрать ее ногу со своего плеча. Теперь она не просто в хав гарде, у нее нет ни шалоласа, я более того, я сразу проваливаюсь сюда, в голове к андерфуку, ну, и дальше, вы знаете, здесь проблем не бывает. Здесь куча походов, либо можно весла сделать, либо можно вообще там ложиться сюда, хватать штаны, делать креветку. Здесь, как говорится, у вас уже много опций. Какими именно способами вы там пользуетесь? Мне принципиально, у каждого свои любимые приемы, свои любимые стороны. Главное, помните, концептуально, самое главное, то, что мы работали в открытом, работали в полном гарде, вынудили человека привести себя в хав гард, и уже из хав гарда использовали все свои четыре конечности, чтобы дальше пройти. Можем рассмотреть также сейчас несколько других самых популярных гардов, такие как начнем с ласса, потом посмотрим де лариву, и рассмотрим, как мы с ними тем же принципом, который еще рассказывал, левая рука сзади, левая рука свободна, как мы с этими гардами так же работаем и нивелируем их за счет того, что мы не отдаем все четыре конечности. Салин, давай ложись. Вот, допустим, она здесь, и она работает. А вот прям глубокая ласса, да. Единственное, что теперь я так не могу идти туда, как я только что рассказывал. Ну, я могу, но это мне ничего не даст, потому что, смотрите, даже попав сюда, вот, я теперь на нее весом давлю типа так же, ну, я не могу нормально разобраться с этой рукой. Потому что, если до этого шало ласса было здесь, мне достаточно было надавить и вот так вот просто счистить, то сейчас глубина этого ласса, ну, как бы, ну, у меня мозги на месте, я понимаю, что ситуация совсем иная, соответственно, подход к этой ситуации должен быть совсем иной. Я вижу это совсем иначе. Мне здесь сначала нужно просто отстраняться, 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 использовать свою правую ногу, чтобы вытаскивать ногу соперника отсюда. Меня это научили еще даже когда, даже когда я про эти все концепции с руками не знал. Вот, руку, ногу, ну, спайдер, спайдер возьми, вот. То есть, вот обычный классический вариант лассо гарда, да. Когда у нас спайдер лассо, и, ну, чаще всего как раз спайдер лассо я и замечал. И, впервые попав сюда, я испытал огромные проблемы. Это как раз был турнир Американ Нейшнлс по синим поясам. И я в финале своей категории боролся. Парень мне взял, я просто во время схватки понял, что я абсолютно не знаю, что с ней делать. То есть, там, я все-таки пузился, мыжился, но буквально у меня ничего не получалось. Мне просто повезло, что он при проходе гарда попался на весь гулчок. Но, в целом, знания моего соперника были гораздо выше моих. То есть, мне буквально повезло. И даже в этот день мы с ним встретились еще раз в финале абсолютки. Я уже знал, что, как бы, еще раз я его на бейсболчок не поймаю. А уровень нашего знания гардинга был абсолютно разный. Он меня, конечно, там разобрал, что-то там, 15 или 16, ну, вообще, как ребенка. Сразу после этого я прихожу в свой зал, где я тренировался, докапываюсь до своего тренера. Типа, блин, что за фигня, что он мне делать с этим, я вот попал, не знаю, что делать. И он мне, ну, объяснил, что так все просто, на самом деле, нужно было, короче, все, что нужно было делать, это вот мы сидим на коленях работаем. Просто отстраниться и своим коленом прям вытащить эту ногу из глубокой подмышки. Как она вот туда залезла, мы ее вытаскиваем. Дальше, если это вот эта ситуация, мы делаем throw by pass. Если она как-то отсюда начинает что-то менять гарды, ну, все, это уже, просто ситуация изменена. Мы не рассматриваем, что будет дальше. Мы рассматриваем вот эти тупиковые, на первый взгляд, ситуации, как с ними быть. Соответственно, если у вас берут глубокое лассо, да, даже вот с этим, ну, наверное, здесь имеет смысл сначала освободиться, чтобы у меня немножко дистанционное преимущество возникло. Потому что вот здесь, как бы, я пытаюсь отойти, я никуда не отойду, она за мной пойдет, понимаете? Поэтому берем, освобождаемся, все. И теперь я спокойно, чуть ли не этой рукой могу ее вытащить. Самое главное, не игнорировать присутствие вот этой ноги там и не пытаться просто лезть продавливать. Это, ну, я видел, что так умеет делать, какого, Густало Батиста, да, вот этот огромный, который весом, он игнорирует это, но он продавливает. Но он, опять же, не давит сюда, он как-то так проваливает, что уже не получается работать этим лассо. Тем не менее, вот именно этот проход я никогда не делал, но мне больше нравилось всегда. Изначально просто она там глубоко освободится. Честно, я вам скажу, что вот именно вот так, чтобы кто-то работал, я не видел. Чаще всего, либо вот с этим захватом работает шало лассо, либо если глубокое лассо, это с рукавами. Ну, условно, даже если я туда попал, я понял, что сначала нужно убрать руку со своей куртки. Здесь все просто, у меня дистанция спокойная. Отстаем, отстаем правой ногой, прям вот-вот-вот сюда, вот-вот сюда, выпихиваем. Все. Дальше раз-в-ва, дальше раз-в-ва. Троу-байпас и проходим. Это как быть с классическим вариантом лассо-гарда. Дальше я хотел бы рассмотреть ситуацию, когда нас берут в обычные варианты Деларивы. Затем мы добавим, наверное, ворнгард, потому что сейчас ворнгард так или иначе всем известен. И с ним, как минимум, вам надо уметь, вам надо уметь работать. Это так, можете снимать, можете. То есть она припекает, вот эти, мы здесь, и она можно хватать рукав, можно хватать и пятку. То есть изначально я всегда прыгал в Делариву, то есть моя задача была... У меня что-то понятно, с какого раппуса снимать. Тогда давайте мы поменяемся местами, если Деларива не с этой стороны будет. Да. Туда развернем голову Алина. Да. Вот, вот здесь. Соответственно, смотрите, изначально у меня тоже весь гардплеер, гардплеер всегда срочно, потому что я работал в Делариву. И именно Делариву вот с этим захватом, мне почему очень нравится, потому что здесь ты контролируешь человека и в нижней части тела, то есть ноги, и в верхней части тела, куртка, и слева, и справа. То есть как бы диагональный контроль такой. То есть вот эту я вообще никогда не работаю, за исключением, если я буквально уже не иду делать сам гардпл. Если я контролирую, если я хочу менять гардры между собой, такие как взять руку, закинуть ногу сюда, или вернуться обратно, или просто иметь доступ к этим движениям, вывесам, я всегда работаю такой диагональный контроль. То есть мы рассмотрим лоб, потому что он для меня самый актуальный. Ну если меня даже хватает, то так, ну все равно, для меня ничего не будет меняться. Более того, меня никак ничего не останавливает, что сосрыл с этой стороны, что сосрыл с этой стороны. Все руки одинаково срываются. Тяжелая работа, Алексей, тяжелая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok